Приветствую вас, Маргарита. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Все заключается в том, что вы не можете доверять своему мужчине, потому что у него есть бывшая жена ребёнок, и, соответственно, вас напоминает, что он проводит время с ним. У вас есть подозрение, что он с вами играет и вообще не ценит и так далее. Значит, смотрите, принципиально противоречие, если мне кажется, заключается в том, что вы, чувствуя, что в определённой степени определённое отношение к вам является неприемлемым, как бы ощущая это, вы никак эту идею не продвигаете. От слова совсем никак. Понимаете? Да? Вот. И это очень важно. Очень важно, что, вероятно, вы боитесь, не знаю, потерять человека. Боитесь, что он уйдёт. Может быть, что-то ещё. То есть, вот вы говорите, что вы держались, что вам будет тяжело и так далее. Вот. Ведь, понимаете, никто не говорит вам, что вы должны находиться в этих отношениях. Никто не говорит вам, что вы должны терпеть, там, какое-то вот его отношение к вам, которое нас не устраивает. Но вы это делаете. Вы это делаете. Вы свои интересы ставите ниже возможности быть с ним. Вот. Это, на мой взгляд, ключевой момент. Я не говорю, что это однозначно плохая история. Я не говорю, что это прям очень плохо и что, ну, словно говоря, должно быть по-другому. Нет, я не пытаюсь так сказать. Может, так может показаться, но нет. На самом деле, я не пытаюсь так сказать. Я говорю, что у вас другого компонента, я не знаю. И да, действительно, человек вполне может, вполне может в Аминград. Это правда. К сожалению. Ну, особенно, если вы, если вы позволяете это ему. Особенно, если вы позволяете человеку это делать. То есть, если вы, ну, условно говоря, вот, вы возмущаетесь, да, тем, что он там делает, например. Вроде бы вы возмущаетесь, но в то же время это, там, условно говоря, ни к чему не приводит, да. Ну, вот, в таком случае ситуация довольно грустная, я бы сказал. В том смысле, что, получается, вы себя не защищаете. Получается, вы свои интересные, ну, свои ценности не защищаете. Вот. Например, получается, что, может быть, ждете или ожидаете, что человек это будет делать сам. Вот. Ну, может быть, он, может быть, он это сделает, но в данном случае не делает. Вот. И вопрос, который вам, ну, нужно вот себе задать, да, как мне кажется вопрос. Сколько, сколько, сколько еще вы готовы ждать этого. Ну, то есть, вот, сколько вы готовы ждать и надеяться, пока человек, вот, там, решит. Что вы будете делать, если он вам этого не дал? Что будете делать в таком случае? В таком случае. Понимаете, как бы, вот, о чем здесь важность ситуации? Я только об этом пытаюсь вам сказать на самом деле. Я ведь не знаю, как, как, ну, я не знаю всех обстоятельств, да, ситуации, я не знаю всех обстоятельств вот этой истории. Ну, потому что, потому что, потому что, мало информации достаточно. Вы предоставили нам, как мне, как, как мне кажется. Вот. Вот. Но, исходя из того, что вы описали, я могу предположить, что дело в этом, что вы, вы, вот, не вероятно в себе, вы боитесь, по-моему, вы, вы, вероятно, вероятно, вы привязались к человеку. Вот. Вот. Ну, вы, вот, привязались, вот, к мужчине, да, и не можете, как бы, его отпустить. Вот. Ну, здесь вопрос, который можно себе задать. Что я к нему чувствую? К мужчине, что я чувствую? Ведь, если вы сможете ответить себе на этот вопрос, да, ведь вы не говорите про свою любовь, например, к нему. Вот. Вы говорите про свою любовь, но вы про свою любовь речь не ведете. Вот. А это важный ссор, на мой взгляд. Потому что, ну, как бы. А что вы, что вы чувствуете к человеку? Это важно. На мой взгляд. По крайней мере. Вот это то, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Наверное, сначала. А дальше уже смотреть по, скажем так, ситуации. Вот. И дальше уже смотреть по тому, что вам важно, что вам нужно, что вы хотите и так далее. Вот. Какая история. Поэтому спросите себя. Те чувства, которые у вас к человеку, они эти чувства. Какие. Да, вот что они представляют из себя. Что представляют из себя эти чувства. Мне кажется, это неплохое начало. Вот. А дальше уже можно смотреть, куда вам двигаться дальше. Ведь от чувств. От чувств. Многое будет зависеть от чувств. Вы будете отталкиваться. Вот. И соответственно, уже в этом направлении я предлагаю вам двигаться. Вот. Вот. Вот, наверное, такой ответ можно было бы вам дать сейчас. С точки зрения психологии. С точки зрения психологии. С точки зрения психотерапии. Вот. И с точки зрения моего опыта. А по поводу доверия. Очень важный момент. Да. Вот. Стоит ли ему верить? Ну, вообще. Вообще. Конечно. Стоит или не стоит кому-либо верить? Мне кажется, вы решите сами. Вот. Вот. Потому что... Ну, как бы жизнь, она ваша. Да? Мне кажется. И мне кажется, несколько... неудобным моментом. Эм... Когда... Эм... Ну... Эм... Вы спрашиваете, стоит ли или не стоит ли что-то делать? Потому что это надо решать. Потому что это надо решать. Но... Но... Эм... Я... Эм... Я... Точно точно знаю... Что... Догадать... Эм... Человеку... Эм... Вам будет... Сложнее... Эм... До тех пор... Пока. Пока. Вы не будете... Вы не будете... Доверять... Доверять... Себе. Сами... Вот. Так... Поэтому идея здесь... Оооооооо... Достаточно... Простая. Идея здесь... Достаточно... Достаточно простая. Вы смотрите, вы смотрите, верите ли вы себе, как вы относитесь к себе, да, и уже, исходя из этого, смотрите на взаимоотношения с человеком. Вот. И тут как бы всё достаточно просто, мне кажется, вот если, конечно, мы говорим о векторе поведения, это мы говорим, именно о векторе, конечно. Это всё, пожалуй, и всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...